30 уголовных дел по преступлениям, совершённым в сфере жилищно-коммунального хозяйства, было возбуждено в Воронежской области в 2014 году. Причём суммы причинённого государству ущерба фигурируют значительные. Касаясь программы переселения из ветхоаварийного жилья и в прошлом году, и сейчас мы продолжаем работу, и также было возбуждено уголовное дело в отношении руководства администрации города Поворина по факту именно недлежащего исполнения муниципального контракта по строительству дома, в который как раз были переселяться люди из ветхоаварийного жилья. Там ущерб составил порядка 68 миллионов рублей. Ущерб на сегодняшний момент оказан. И дальше работа ещё продолжается. Оперативные мероприятия мы проводим в совместном со Следственным комитетом. Я думаю, к логическому совершению мы придём. Всё-таки логическое совершение для нас только одно – это направление уголовного дела в суд и последующий обвинительный приговор. Сергей Воложинов отметил, что самые большие масштабы хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральных, областных и ведомственных программ в сфере ЖКХ. Только в этом году из шести уголовных дел четыре касаются реализации целевой программы «Чистая вода». Это задача тоже наша, чтобы эти деньги не украли. Это бюджетные деньги, и мы обязаны не просто, как говорится, за них спросить, но обязаны ещё и не допустить. То есть профилактировать возможные противоправные действия со стороны недобросовестных руководителей. Кроме этого, есть ещё, скажем так, направление, криминальное направление руководителей управляющей компанией товарищей собственников жилья, связанное с ремонтом жилого фонда, то есть ремонтом фасадов, крыш, облагоустройством придомовой территории. Когда, все вы знаете, есть квитанция, в квитанции первая строка – ремонт и содержание жилья. Вот когда данные денежные средства идут не по целевому назначению, идут не на ремонт, не на заключение и исполнение каких-либо контрактов и договоров, а просто выводятся, скажем так, на организации фирмы «Однотневки». Потом наличивается, организации пропадают, естественно, ремонт не сделан, денежные средства жильцов ушли в никуда. То есть это тоже как один из методов хищения. В условиях экономического кризиса жесткий контроль за расходованием бюджетных средств особенно необходим. И эта работа будет приоритетной для управления экономической безопасностью и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Воронежской области.